В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! 1 октября отмечался День пожилого человека. Как достойно встретить старость, нам сегодня расскажет Максим Кабалык, главный внештатный гириатор Дальневосточного федерального округа. Максим Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Что такое пожилой возраст и когда он наступает? Мы отмечаем День пожилого человека. Пожилой возраст в соответствии со Всемирной организацией здравоохранения, ее по основными положениями наступает в 60 лет и заканчивается 74 годами. С 75 до 89 лет наступает возраст пожилой и старческий, а с 90 лет возраст старческого долгожительства. То есть мой дедушка, которому 93 года, он уже долгожитель. Он долгожитель. Как интересно. Вы гириатор. Что это за профессия и что она подразумевает? Просто я, честно говоря, впервые сталкиваюсь с таким специалистом, как гириатор. Гириатория – это одна из самых молодых клинических специальностей. И, собственно, ее целью является оказание медицинской помощи лицам пожилого старческого возраста, а также долгожителям и решение тех проблем, уникальных проблем, с которыми они сталкиваются. А для чего это необходимо? Ну, казалось бы, человек уже в возрасте, уже пожил свое. Даже сами старики, как правило, говорят, да зачем я пойду к врачу, я уже пожил, что мне тут уже осталось. Это старческое. Нет все-таки? Пожалуй, только в Российской Федерации, где долго отсутствовала клиническая гириатрия, люди так относятся к своему здоровью. На самом деле, жить качественно и хорошо, поверьте, по опыту моих пациентов хотят все. И в 90, и в 98, и в 100, и в 102 года человек хочет чувствовать себя физически оптимально здоровым и, самое главное, социально нужным. И вот клиническая гириатрия, она как раз и занимается вопросами адаптации пациента, а также социума в контексте проблем пожилого человека с теми проблемами, с которыми они сталкиваются. Принято полагать, что у пожилых людей часто болит сердце, болят суставы, но клиническая гириатрия, помимо этих проблем, выделяет еще некоторые другие. В частности, проблемы, связанные со слухом, с недержанием мочи, проблема, о которой не принято говорить, проблема, связанная с частыми падениями, с социальными проблемами. Самая главная проблема, которая на сегодняшний день нас волнует больше всего, это социальная изоляция. Люди во возрасте 80-70, иногда и 60 лет, выходя на пенсию, становятся социально изолированы. И это еще одна уникальная проблема, с которой не может работать ни одна из клинических специальностей. В этом уникальность гиронтологии и гириатрии. То есть вы выполняете еще и социальную функцию, кроме медицинской, по сути? Совершенно верно. Ну, вообще, на самом деле, каждый клинический специалист, будь то терапевт, травматолог, хирург, они все выполняют социальные функции, просто в каждом возрасте они свои. И в каждом возрасте, наверное, их значение в той или иной степени меняется. Она меняется, пропорция меняется. Какая средняя продолжительность жизни у мужчин и у женщин в России сейчас, на данный момент? Продолжительность жизни варьирует от года к году. И если апеллировать к доковидному времени, то продолжительность жизни женщин составляла порядка 72 лет, мужчин гораздо меньше, порядка 65-68 лет. К сожалению, после окончания основных волн новой коронавирусной инфекции у нас отсутствует достоверная информация, поскольку она динамически меняется, о средней продолжительности жизни. Безусловно, мы можем говорить о том, что она в значительной степени снизилась относительно до ковидного времени. Вы знаете, такой интересный момент. Я его вспомнила, вы сказали про ковидные времена, когда я лежала в ковидном госпитале, и со мной лежала бабулечка, которой было 88 лет. Так вот она ковид перенесла легче, чем я, и она мне еще там тарелочку приносила, помогала что-то сделать, доченькой называла. Это было удивительно. То есть есть старики, наверное, которые крепкие, которые бодры, веселые, и здоровье их при этом не так подводит, даже как молодых. Есть такие? Абсолютно верно вы подметили. Не зная даже темы, но вы уже прикоснулись к гериатрии вплотную. Дело в том, что мы разделяем всех пожилых людей на крепких и независимых. Это те, кто в возрасте 90 лет может продолжать свою трудовую деятельность, работать на приусадебном участке, активно участвовать в жизни общества, ходить в походы, гулять активно. И вторая категория – это категория уязвимых или хрупких людей. Вот именно с хрупкостью и работает врач-гериатор. И именно в отношении хрупких граждан меняется общественное пространство, социальное пространство, пространство градоустроительное нашего города, дабы приблизить возможности граждан, которые не имеют хрупкие, к социальному благоустройству нашего города и возможности участия в социальной жизни. Что это значит? А это значит, что когда человек приобретает признаки хрупкости, он чаще падает, он плохо видит. То есть это пандусы те же элементарно? Да, он нуждается в средствах, адаптирующих окружающую среду. Это действительно пантусы, это поручни, это подъемники, это эскалаторы, лифты и прочее. То, что помогает пациентам передвигаться. Ну и самое главное, на чем, наверное, бы стоило остановиться, это отношение общества к пожилым людям. Готовы ли мы видеть большое количество не очень здоровых, медленно идущих пожилых людей на своем пути? К сожалению, и проблема эйджизма, она не новая, она имеет место быть. Мы, к сожалению, не всегда относимся адекватно к недостаткам физическим других людей. И встречая пожилого пациента на улице, мы зачастую не только проходим мимо, не оказав внимания и помощи, если пациент не нуждается, но иногда и, скажем так, выражаем явно свое негативное отношение к ним. И это еще одна проблема. То есть мы можем построить сколько угодно пантусов, мы можем сколько угодно построить лифтов, перил, но пока общество не изменится, пока мы не именуем эйджизм, мы, к сожалению, не сможем стать современным обществом, где пожилому человеку, хрупкому, есть место. Ну это такая уже глубокая тема, наверное. Это гириатрия. Это даже, я хотела сказать, психология, наверное, какая-то. Это социология. Ну вы правильно сказали, что это же все на стыке находится. Социальных и медицинских проблем. Потому что мы же понимаем, что когда пациент боится выйти на улицу, встречая недоброжелательного человека на своем пути, он не захочет выходить на улицу. Он останется один в доме. И хорошо, если хотя бы раз в месяц к нему будут приходить родственники. А если таковых нет, то человек остается один в социальной изоляции. Такой человек априорно физически здоровым быть не может. Он не может полноценно питаться, поскольку он не так часто выходит за продуктами. Затем, вследствие потери мышечной массы, он перестает готовить себе еду полноценную, поскольку у него не хватает на это сил. И далее этот пациент перестает вставать сначала с дивана, а потом из постели. И становится той проблемой, которой мы все знаем, и с которой сталкивались многие. И это лежачий, тяжело больной пожилой пациент, который утратил автономность, то есть независимость от окружающих абсолютно полностью. То есть оказывается, вот так социальные факторы могут привести к тому, что пациент станет лежачим. Абсолютно верно. Гериатрия – это медицинское и социальное. Медицинское мы много что можем исправить, но одиночество не сможет исправить ни один врач. Наверное, может быть нашим заголовком к нашему сегодняшнему видео. Что влияет на продолжительные жизни, кроме социальных факторов? Безусловно, это генетика. Это был мой следующий вопрос. Да, генетические факторы играют существенную роль. Мы плохо понимаем, как именно они реализуются. Но мы точно можем сказать, что в семье долгожителей потомки, как правило, живут тоже долго. Второй немаловажный фактор – это фактор, связанный с накопленными факторами риска. То есть прожитая жизнь и те факторы риска, с которыми сталкивался пациент, накапливаясь, реализуются в виде болезней. И вот число болезней тоже оказывает влияние на продолжительность жизни. Ну и, наверное, самое важное, о чем сегодня принято говорить, это сердечно-сосудистые заболевания. Их коррекция, то есть своевременно и качественно скорректированное сердечно-сосудистые заболевания – это продолжительность жизни более высокая. И вот как оказалось, совершенно не очевидно, но мы это поняли и на нашем опыте, опыте нашего центра, что пациенты, у которых оптимальные цифры артериального давления, оптимальная частота сердечных сокращений, они принимают необходимые лекарственные препараты, почему-то они физически лучше себя чувствуют и социально более активные, чем пациенты, которые не имеют этих признаков, то есть не достигли оптимальных значений артериального давления, уровня холестерина. Это такое пока новое для нас, новое открытие, с которым мы пытаемся разобраться и понять связь вот этого социального и кардиологического. Раз уж мы заговорили про генетику и про долгожительство, мне вот какой вопрос интересен. Считается, что японцы – долгожители. Вот есть ли какие-то нации долгожители или это все индивидуально в каждой семье по-своему? Действительно, японская нация является титульной долгожительной во всем мире. Все пытаются расшифровать этот феномен. И здесь, скорее всего, имеет место быть сочетание и генетических, природно-климатических и социальных факторов. То, насколько дружественна среда городская японских городов к пожилым людям. Наверное, все заметили, кто был в Японии. Это, во-первых, позволяет людям сохранять большую социальную активность, соответственно, дольше жить. То, о чем мы с вами уже сказали. Второй момент – это, конечно, видимо, секреты питания Японии. И потребление достаточного количества продуктов, содержащих омега-3, поленасыщенные жирные кислоты, в том числе рыбу, в том числе свежую рыбу, термически необработанную рыбу. Но это пока на сегодняшний день такая теория и небольшая загадка для всего мира. Тот, кто разгадает загадку долгожителей Японии, наверное, ждет Нобелевская премия. А почему сегодня получается так, что… Вот смотрите, еще несколько лет назад, допустим, в эпоху моих дедушек-бабушек, человек в 50 лет уже считался стариком. Сейчас же в 80 лет некоторые управляют предприятиями и чувствуют и живут себя при этом прекрасно. Что изменилось? Действительно, человек стал жить дольше, и человек, соответственно, стал жить более качественно. Действительно, во времена наших бабушек и дедушек, если бы спросим их, то на улице нельзя было встретить пожилого человека. В 70-е и 60-е годы пожилых не было. Те, кто были, они сидели дома в социальной изоляции, занимались помощью семье. То есть они как бы были в социальных заботах за своей семьей. Сегодня тренд изменился. Сегодня нет необходимости участвовать в социальной жизни своих потомков. Многие после выхода на пенсию, после того, когда вырастают дети, становятся более автономными, они становятся самостоятельными. И многие говорят, что у них началась новая эпоха жизни, когда они могут посвятить время себе. И вот здесь возникает, опять же, разграничение пациентов. Есть пациенты, которые замыкаются в социальной изоляции дома, а есть те, которые выходят и начинают созидать. И вот именно созидательная деятельность, как предполагается, она ведет к увеличению продолжительности жизни. И действительно, совсем недавно, в 2013 году, Всемирная организация здравоохранения изменила норму, повысив возраст пожилого возраста с 55 до 60 лет. То есть это то, о чем мы с вами говорили за эфиром. Чем дольше человек работает, тем дольше он остается трудоспособен. Как бы это ни было автологией. То есть так и получается? Мы говорим про автономность. Соответственно, чем дольше пациент сохраняет трудовую деятельность, а я бы сказал, даже не свою профессиональную, а созидательную, любую деятельность, тем дольше он сохраняет автономность, независимость и черты социально активного человека. Поэтому мы, конечно, рекомендуем всем нашим пациентам, вообще всем лицам, которые планируют выход на пенсию, все-таки повременить с этим и сохранить свою работу, если это возможно, либо поменять свою сферу деятельности, но оставаться на острие событий, на острие профессиональной, трудовой, созидательной деятельности. Это залог успешного долголетия и высокой продолжительности жизни, качественной. Тогда вы, как специалист, ответьте мне вот на такой, может быть, немножечко не про вас вопрос, но тем не менее. Наши старики очень часто, когда наступает какой-то период уже такого, ну не одиночества, но старик остается один, например, и ты пытаешься сказать, ну займись тем-то, займись тем-то, займись тем-то. А кому я нужен? Да зачем я буду это делать? Да вот кто со мной будет разговаривать? Ну пойди-пройдись, да не хочу я никуда идти. Вот почему так происходит? Это признаки. То, что вы описали, является признаками, собственно, хрупкости пациента. Именно снижение мотивации, высокая утомляемость, низкая мобильность, то есть низкая возможность передвигаться, в том числе мотивационная, это все признаки так называемых гериатрических синдромов. То есть в этой ситуации мы говорим, что у пациента развивается синдром старческой астении. И ему необходимо оказывать медицинскую помощь как раз по профилю гериатрии. С помощью современных гериатрических технологий мы можем не только повысить мотивацию пациента к жизни, к физической активности, но и, собственно, создать физические условия для этого. Зачастую пациент не хочет выходить на улицу и стесняется об этом сказать по нескольким вещам. Допустим, у него есть недержание мочи. Боясь, скажем так, оконфузиться, человек не выходит на улицу и остается у себя дома. Или человек плохо видит, или человек плохо слышит, или человек боится упасть. Вот мы можем сегодня спросить у всех, все, кто сегодня видит этот эфир, у своих бабушек и дедушек. А чего вы боитесь? Боитесь ли вы упасть? И поверьте, вам многие скажут, что действительно, даже летом, когда нет гололеда, я, выходя на улицу, я все время боюсь упасть. Страх падения, казалось бы, который мы можем устранить, дав человеку трость, обеспечив его должной обувью, мы можем этот страх убрать. Но, к сожалению, те, кто не попадает в гериатрическое поле, они лишены возможности как раз коррекции этих синдромов. А почему мы стареем? Мы стареем, потому что мы должны стареть. Почему мы не можем замереть на каком-то, не знаю, достарели до 30 лет, остановились на этом, потом благополучно в 100 лет умерли? Почему так? Ну, на самом деле, когда-то был период, когда люди не доживали до старости. Здесь следует сказать, что старость – это непременный атрибут жизни каждого человека. Мы воспринимаем старость как нечто плохое. И я понимаю ваш вопрос, потому что старость, она ассоциирована с определенными стигмами неудачи, неудачной жизни. Если мы изменимся, и медицина здесь будет в помощь, и все окружение о том, что старость – это возраст счастья, когда ты не скован никакими важными обязанностями, ты важен только себе, и ты можешь посвящать эту жизнь только себе и наслаждаться ей. Все будут стремиться стать старыми, чтобы прожить эту жизнь. Для себя. Да, участок качественно для себя, с огромным удовольствием и с большим желанием жить. Поэтому старость – это неминуемо, старость – это неплохо, и старость – это не проблема. Старость – это всего лишь один из этапов жизни человека, который он должен пройти достойно. Достойно. Так получается, что старость лучше молодости, во многом? Мы желали бы, чтобы так было. Но это не всегда так. Старость все-таки сопровождает болезнь, старость сопровождает социальная изоляция. И назвать старость чем-то отличимым от других возрастов – это, безусловно, так. Это просто своеобразный период со своими проблемами и со своими преимуществами. Я просто описал старость так, какая она должна быть в футуристическом виде. Но какая будет у нас старость, мы делаем сегодня. Гериатрия – это инвестиция в будущее. Какую мы сделаем гериатрическую помощь сегодня, такую мы будем помощь получать завтра. Будем мы. Будем мы социально угнетенными или будем мы социально благополучными – зависит в том числе от гериатрии. Поэтому вот та инвестиция, которую государство сегодня делает во благо граждан, и тот краевой гериатрический центр, который работает по самым современным технологиям в Приморском крае, один из самых лучших в России центров, не побоюсь этого слова, он позволит в дальнейшем нам с вами быть счастливыми. Как создать вот эту комфортную старость? Я даже не знаю, какое правильное здесь слово подобрать – комфортную, счастливую, безболезненную. Самое главное – к ней нужно готовиться, о ней нужно знать, нужно знать, что это неминуемо, и в возрасте уже 20 лет начинать предпринимать определенные попытки для того, чтобы быть более здоровым. И для этого у нас созданы определенные условия, в том числе ежегодные профилактические осмотры, диспансеризация, в случае необходимости диспансерное наблюдение, которые позволяют скомпенсировать те проблемы и не дать им накопиться. И к старости выйти с хорошим физическим, ментальным, что немаловажно, и социальным уровнем. Поэтому старость начинается в 20 лет. То есть как считается, что до 23 лет мы растем, а дальше все? А дальше старость. А дальше старость, да. Старик – это возраст? Это про возраст или это все-таки про душевное состояние? Вот человек старый, говоря. Это душевное состояние. Мы в медицине говорим «хрупкий». Иногда мы говорим «дряхлый». Но не существует такого понятия в медицине, как старик или старуха. Это, конечно, больше самоощущение себя, когда пациент или человек, он говорит «я стала старухой» или «я стал стариком». Это внутреннее ощущение. Оно не всегда правильное. Оно иногда связано с обреченностью, неопределенностью собственных проблем, невозможностью их решить. Хотя не всегда это так. Поэтому это социальная стигма. Очень многие старики у нас, они агрессивно настроены. Ну, такое бывает. Это действительно правда. Агрессивно настроены, негативно настроены. Что делать с этим и почему так происходит? В России, по крайней мере. Вы знаете, я встречаю людей разных возрастов, которые настроены негативно и настроены агрессивно. Зачастую, общаясь с родственниками своих пациентов, я понимаю, что агрессорами и провокаторами являются отнюдь не пожилые люди, а отнюдь их могут быть и родственники. Но в чем вы правы, действительно, с возрастом, вследствие определенных изменений в головном мозге, у человека утрачиваются функции контроля высшей нервной деятельности, контроля эмоций. Снижается память, человек забывает и злиться на себя и окружающих. Снижается распознавание предметов, лиц, что знаменует когнитивные нарушения и самое частое распространенное заболевание, плохо диагностируемая сегодня болезнь Альцгеймера, когда человек воспринимает окружающих как вражеское окружение, как нечто чуждое, нечто неприветливое. И, откровенно говоря, они не всегда бывают неправы. Мы действительно достаточно часто пренебрегаем просьбами и нуждами окружающих нас стариков. Мы не видим их и не замечаем, и их это обижает. И они негодуют зачастую не из-за того, что что-то не так в этом мире, а из-за того, что они уже не те в этом мире. Поэтому здесь стоит разделить. Первое, что проблема негативизма пожилых людей, она несколько преувеличена. Что этому есть биологическое и медицинское объяснение в виде болезни Альцгеймера, о которой стоит думать во всех случаях, когда пациент начинает себя вести в отношении с окружающими не так. Ну и самое главное, что мы действительно иногда провоцируем вот этот негативизм как общество, как социум в отношении нас. Знают ли наши пожилые люди о такой помощи, о такой специализации в медицине, как гириатрии? Я думаю, что... Приходят ли, грубо говоря, к вам пациенты? То есть распространено ли это? Вы знаете, сегодня в Приморском крае развивается активная гириатрическая служба. Уже открыто в Приморском крае 8 гириатрических отделений, уже открыто более 9, да, уже на сегодняшний момент 10 гириатрических кабинетов в поликлиниках, куда пациент может обратиться, где работают подготовленные врачи-гириатры. Ну, говоря про свой центр, могу сказать, что койки в краевом гириатрическом центре заполнены всегда. У нас пациенты любят бывать, они видят эффективность нашей работы, нашу заботу о них. И, конечно же, уже те, кто побывал у нас, они делятся впечатлениями, и количество наших пациентов растет. Мы пытаемся оказать всем медицинскую помощь, помочь вот в том контексте, о котором я сегодня говорил. Поэтому люди все больше об этом знают. Но знают отнюдь не все. И знать о гириатрической помощи, наверное, может быть, и не столько пожилым людям нужно, сколько их родственникам. Замечая слабость, нежелание выходить на улицу, нежелание общаться, агрессивное поведение, забывчивость, стоит обратиться к гириатру в свою поликлинику. А если таковое отсутствует, то Приморский краевой гириатрический центр, который работает на базе госпиталя для ветеранов-воин, нашего головного учреждения по терапевтическому профилю в Приморском крае. Задам последний вопрос. Он скорее из области фантастики. Но сможем ли мы когда-нибудь избежать старения? Я не думаю, что нам нужно избегать старения. Отвечу на этот вопрос так. Старения не нужно избегать. Его нужно делать комфортным и качественным. Все. Больше вопросов у меня нет. Спасибо. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о старении. В гостях у нас был Максим Кабалык, главный внештатный гириатр Дальневосточного федерального округа. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова